Всем привет, дорогие друзья! Это новая серия на канале Нидо Ван. В прошлой серии я был на СТО, менял масло и мне сказали, что у меня немного прогорел глушитель. И у меня была еще вибрация по днищу автомобиля. При оборотах там полторы тысячи, тысяча двести оборотов. Я не понимал, что это. Потом, когда заехал, мне сказали, что это защита глушителя. Как отогнули защиту глушителя, так сразу пропала вибрация. Все стало четкое на свои места. Только мне теперь осталось подъехать к нормальному мастеру, чтобы мне красиво все заварило. Чтобы не пришлось менять полностью всю банку. Даже можно послушать, что где-то что-то подсекает. Ребят, может быть кто-нибудь знает хороший, качественный сервис по ремонту глушителей. Главное, недорогой. Если знаете, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. В принципе, глушитель меня особо не напрягает. Но один момент. Если бы это был бы звук задних банок, другой разговор. Но этот звук идет почти что из двигателя. И это очень неприятно. Так что это хочется сделать. Так, ребят, пока я направляюсь домой, хотел с вами поговорить о доработках этого автомобиля. Что здесь будет происходить по салону? Это обшить руль или покрасить. Не знаю, что лучше. Вроде краска, я слышал, держится около двух лет. Кожа, конечно, будет подольше держаться. Но она, соответственно, дороже стоит. Вот какой у меня сейчас руль. Вот видите, облезший. Облезший немножко руль. Как эта машина выехала с автосалона. Его не делали с самого рождения. Ну, в принципе, я особо уже не замечаю. Но все равно неприятно. Нужно это будет сделать. Какие будут происходить дальнейшие доработки? Это также ручки. Ручки будут краситься в жидкую резину. Переделываться все аккуратно. Все красиво делается. Дальше мне хочется сделать вот этот знак. Видите, какой он тоже неприятный. Он уже все, весь зеленый. Все, весь полез и все остальное. Кто знает, как его снимать, напишите, пожалуйста. На клипсах он там или на двухстороннем скотче. Неизвестно. Также будут переделываться вот эти все цифры. Такие с никелированного в жидкую резину. Будет она матовая. Также будет делаться вот этот очень неприятный для меня червяк. Будет все вот так вот переделываться. Вырезаться, наверное, грунтоваться, шпаклеваться. Заново краситься. Также будет переделан бампер. И, соответственно, фары. Которые изнутри чем-то покрылись таким неприятным. Очень плохо выглядят. А также хочу я сделать крышу на этом автомобиле тоже в черный мат. Не знаю, покрасить жидкой резиной или заклеить пленкой. Пленкой, конечно, выйдет дороже, чем покрасить жидкой резиной. Жидкой резиной я могу просто это сам сделать. Но пленкой, в принципе, я ни разу не клеил. Не знаю, получится. Пленку нормально нужно в нормальном сервисе купить. Она где-то погонный метр будет стоить 2 рубля. Это как минимум. Крыша у меня в хорошем состоянии. И она в черный цвет просто залезет. Это будет огнем. Еще, конечно, хочется мне вот здесь вырезать. Для глушителей поставить 2 банки, как на ГТР или от ГТР. Вообще, будет очень круто смотреться. А вообще, изначально я хотел ее переклеить в другой цвет, чтобы сохранить краску. Машина ни разу не билась. Хотелось бы ставить родной цвет, как он и есть. Сначала его отполировать, а потом заклеить пленкой. Но пока что тоже на это нужны средства. И где их выгадать, неизвестно. И, конечно же, хочется сюда, на вот эту машину, поставить диски. Сейчас стоят здесь 17-е колеса. А хотелось бы поставить 19-е. На низкопрофильной резине, там, 35-ке. Весь 35-е на 35, может быть, или на 40. Что-нибудь такое. 19-е колеса. Говорят, что до 20-е в легкую влазят просто-напросто. Еще даже место остается. Не надо ни подрезать, ни ставить проставки. Так что вот эти колеса останутся, наверное, на зиме. А новые колеса я прикуплю. Конечно же, это стоит очень много денег. Что не сделаешь ради красоты. Посмотрим, что как получится. Пока что это в планах. А там посмотрим, как жизнь поведет себя. И еще, ребят, хочу с вами поговорить о одной маленькой своей мечте. Это мечта вступить в автоспорт. Конечно, там крутятся очень большие деньги. На это нужно очень большие деньги. Как ни крути, мне хочется. И, значит, надо этого добиваться. В какой именно я хочу автоспорт? Это дрифт. Сейчас очень много проводится чемпионатов в России, Америке, Европе, Японии особенно. Этот дрифт для меня это борьба с автомобилем, жизнь в движении. Начнем эту мечту исполнять. У меня для этого созрел маленький план. Для начала я ближе к осени возьму какую-нибудь жигу. Эту жигу я переделаю под дрифтовый автомобиль. Соответственно, все буду вести в блогах, где лучшие магазины, где тюнячьи магазины, какие я тюнячки буду устанавливать на эту жигу. В принципе, это я все буду рассказывать в блогах. И стремиться, соответственно, улучшать свой скилл и улучшать свое вождение в дрифте. Хочется летнего дрифта, дымного дрифта, но денег нет. Так что пока что начнем с зимнего. Улучшим свой скилл, а дальше там посмотрим, как будет все дальше происходить. Исполняться мои желания и материализовываться. Ну а пока нет ни машины, ни денег. Я придумал новую рубрику под неизвестным названием. Надеюсь, что она вам понравится. Но не судите строго, потому что я не комментатор. И это вы поймете в следующей серии. Вот я вам и рассказал, какие примерно у меня планы на эту машину, на будущее. Рассказал свою мечту, чем я хочу заниматься. И в какую сторону я хочу стремиться. Если вы меня поддерживаете, ставьте лайк. Если вы что-то знаете по переделке руля и всего остального, что я перечислил, где это можно сделать, пишите в комментариях и подписывайтесь на канал. Пока!